всем привет сегодня я хотел продолжить говорить про воспаление век про то что пугает но на самом деле не так страшно и первое о чем я конечно же вспомнила и то с чем чаще всего обращаются это отекшие опухшие веки что это такое о боже о боже вот что с этим делать как дальше жить первое естественно что мы будем смотреть в такой ситуации если какие-то еще изменения потому что часто бывает что веки отекают просто вот под утро потому что жидкость скапливается в организме здесь конечно уже не совсем наша проблема в такой ситуации я отправляю человека обследоваться к терапевту для начала и дальше уже смотреть надо ли что-то с этим делать или нет если же я вижу что это локальный отек век то конечно с ним надо разбираться почему это происходит что это такое чаще всего локальный отек век бывает при аллергии и как правило сопровождается еще какими-то другими изменениями то есть это зуд это краснота это красные глаза это не только отекшие веки но и слезостояние это насморк аллергическая ринарея то есть это какие-то симптомы как правило человек сам тоже замечает что у него вот опухли веки что ему хочется их почесать что хочется потереть что глаза стали красные это в принципе признаки аллергии про аллергию у нас есть видео которое можно будет посмотреть по ссылке в описании я там более подробно об этом рассказываю что еще может быть у нас связано с отечными веками естественно это предвестники каких-то воспалительных изменений то есть это предвестники ячменя или холиозина как правило ячмень не выскакивает прям сразу шариком сначала появляется припухлость на веке покраснение и неприятные иногда болезненные ощущения иногда просто ощущение что что-то мешает а дальше по мере назревания холиозина мы можем прощупать маленькую горошинку плотную достаточно болезненную и в такой ситуации конечно мы лечим непосредственно холиозин как его лечить это тоже целая история можно лечить его терапевтически можно его пытаться сразу удалить иногда можно уколоть дипроспан прямо в века прямо в холиозин дипроспан это противовоспалительный препарат длительного действия хватает его как правило на неделю он довольно быстро снимает воспаление и лечит иногда после этого не надо уже ничего удалять что еще может быть у нас на веках почему еще они могут быть отечными воспаленными красным помимо аллергии это естественно какие-то сосудистые изменения то есть мы всегда смотрим нет ли каких-то мелких сосудистых изменений на коже века иногда бывает что родители приходят с ребенком у которого на веке красное пятнышко и спрашивают что это если ребенок маленький если ребенок там от рождения 3-6 месяцев то это может быть гемангиомы новорожденных они очень часто бывают на коже лица на веках вот и как правило проходят с возрастом их надо очень внимательно наблюдать потому что есть гемангиомы новорожденных которые сами рассасываются а есть гемангиомы которые характерны при синдромах различных например при синдроме коза коза баха мерит вот при которых они начинают активно расти и это конечно уже проблема более серьезная и и надо лечить у гематолога поэтому мы стараемся таких родителей успокоить сказать что ничего страшного но всегда наблюдайте причем как мы можем наблюдать ребенок же растет соответственно пятно будет тоже меняться и в этой ситуации нам на помощь приходит самые два простых способа это линейка и фотоаппарат то есть как когда ребенок спит мы можем приложить линеечку к этому красному пятнышку и просто сфотографировать и посмотреть меняется она в течение месяца в размерах или не меняется если она не меняется или уменьшается слава богу все нормально если она начинает расти а уж если это видно невооруженным глазом что пятнышко начинают нас активно расти то это повод обратиться конечно уже либо к сосудистому хирургу либо еще каким-то смежным специалистам которые занимаются данной проблемой против уже обследование с чем еще у нас могут быть связаны красные веки конечно это большая тема блефоритов это блефорита связаны с различными заболеваниями это могут быть блефорит инфекционного характера это могут быть блефорит и опять же аллергического характера это могут блефориты быть демодекозные домодекоз века это целая отдельная ситуация которую надо лечить совместно не только офтальмологу но и дерматологу поскольку демодекоз никогда не живет изолирована только на коже век whole только на ресницах, он всегда чаще всего живет еще и на коже лица. И даже на лице его зачастую поймать гораздо проще, чем на веках. Для лечения, для профилактики, если вы подозреваете у себя на фоне покрасневших глаз, покрасневших отечных век, если вы подозреваете, что у вас домодекоз, а это можно заподозрить по зудящим ощущениям в уголках глаз, изолированных в наружном углу или во внутреннем углу, то тут мы можем для профилактики использовать блефарагель 2. Как правило, он не вызывает никаких аллергий, за редким исключением, и совершенно спокойно подходит практически любому человеку в любом возрасте. Если мы сомневаемся, есть у нас домодекоз или нет, то лучше, конечно, обратиться к специалисту. Специалист посмотрит, сделает анализ, возьмет реснички, оценит, есть там кто-то живет, там кто-то или не живет. А бывают другие виды блефаритов, особенно они часто встречаются у пожилых людей, это, как правило, инфекционные блефариты, связанные с обсеменением бактерий, просто век. Такие блефариты, как правило, сопровождаются гнойным отделяемым, появлением шелушения, корочек, язвочек на веках. Это, конечно, более тяжелая уже терапия. Мы подключаем антибактериальную терапию и можем вплоть до системной антибактериальной терапии подключить, и, соответственно, лечение уже более длительное, иногда две недели, месяц, а то и больше. В среднем профилактическая терапия может затягиваться и на три месяца. И, конечно, здесь будет системный подход. И очищение грамотное с помощью блефар салфеток или блефар лосьона, успокоение кожи века, антибактериальные, естественно, мази различные. И это будет, надо постоянно будет наблюдаться, соблюдать правила гигиены. И третья очень неприятная ситуация, при которой века может опухать, это, на самом деле, герпетические изменения. Они тоже проявляются не сразу визикулами характерными на коже. Но мы можем сначала их заподозрить по красному веку, отечному. Особенно, если у вас перед этим, у пациента были или у вас или у пациента были какие-то высыпания на губах или в зоне стандартной, где у человека высыпает герпес. Потому что, как правило, он высыпает в одной и той же точке. У кого-то он находится в этих окончаниях и высыпает на крыле носа. У кого-то на кайме губ, причем с одной и той же стороны. И здесь, как правило, мы можем заподозрить ассоциацию, что у нас сначала высыпало где-нибудь на губах или на носу, а потом появилась красная века. И мы ждем. Мы ждем. Мы не можем сразу назначить противовирусную терапию, если у нас сейчас нет герпетических характерных высыпаний. Но мы всегда держим это в голове, что они могут быть. Поэтому, если мы видим характерную красноту на веке плюс визикулы на веке, мы сразу же начинаем противовирусную терапию. Обязательно противогерпетическую терапию, в том числе системную. То есть я, как офтальмолог, имею право назначить системную терапию ацикловиром или другими противовирусными препаратами. И, естественно, местную противовирусную терапию. Это не будет отменять гигиены и ухода. Что еще характерно для таких высыпаний, они очень болезненные. То есть к ним реально очень неприятно, тяжело дотрагиваться, это больно. Поэтому можно использовать также местную противовоспалительную терапию. Но надо всегда помнить, что все средства, которые мы используем при вирусной инфекции, они скорее будут негормональными. Поскольку гормональная терапия снижает местный иммунитет и провоцирует еще ускоренный рост, скажем так, вирусных частиц. Поэтому гормональная противовоспалительная терапия плюс противогерпетическая терапия позволят быстро достаточно достигнуть результата. Ну и, естественно, никогда нельзя заниматься самолечением. То есть если вы видите у себя красные опухшие веки, там покрасневший ресничный край века, выпадение ресничек, какие-то язвочки, еще что-то, естественно, лучше сразу обратиться к врачу, а не пытаться лечить это какими-то там компрессами с травками, еще какими-то народными рецептами, поскольку можно сделать только хуже. Поэтому всегда советуйтесь со специалистом и будьте здоровы!